На портал Exeged поступил вопрос, как поведеть порнозависимость. Есть книга, которая на 90% соответствует православному мировоззрению, это книга Нормана Доджерс «Пластичность мозга», где как раз одна из глав, ну в этой книге есть спорные моменты, но вот эта глава как раз о порнозависимости, она написана доходчиво, доступно и, наверное, адекватно. Добавляя эту книгу, можно сказать, что с точки зрения нейрофизиологии зависимость является стойким очагом в коре головного мозга, которая, когда приходит в состояние активации, подавляет прочие отделы коры. Норман Доджерс описывал порнозависимость примерно так. Человек начинает смотреть порно-ролики, испытывает какое-то возбуждение, ему нравится, у него, если дополнить, формируется некая доминанта, которая подавляет прочие интересы. Есть еще закон в мозге, одновременно активирующие нейроны связываются. То есть, если человек еще будучи, ну может быть, не имея каких-то извратных мыслей, просто смотрит какие-то там более-менее обычные какие-то порно-сцены, но у них начинает, так как порно-индустрия – это та индустрия, которая хочет получить себе всего человека, потому что есть платные трафики, да, она включает уже какие-то сцены иного содержания, и человек уже незаметно для себя начинает интересоваться другими сторонами процесса, и, как писал Норман Доджерс, у него формируется некий уже нейрофилотический контур, который включается, ну каким-то образом. Это, кстати, еще похоже на игроманию. Да, если человек играет в автомат, входит в игровой психоз, видит мигающие лампочки, то, ну происходит то, что примерно происходило с собаками Академика Павлова. Вид мигающей лампочки может мгновенно включить весь комплекс вот этого игрового психоза, который он испытывал в игровом салоне. И таким образом, когда уже вот этот контур сформировался, у человека, который смотрел порно с экрана, кстати, что приводит к очень большим последствиям, как писал Филипп Зимбардов в своей книге «Мужчина в отрыве», ну первая часть не очень хорошая, вторая очень слабая, где он пытается говорить о выходах, а о выходах он почти ничего сказать не может, потому что смысла в вертикали, все-таки в Штатах уже можно сказать, что они где-то разрушены. Но он говорит, что порно десоциализирует подростков. И также Норманд Дождь говорит, что вплоть до импотенции, потому что в реальной жизни молодой человек, который смотрел порно, он не может от своей супруги получить то, что он видел, и даже жизнь своей супруги она уже не возбуждает, становится импотентом. И можно просто посмотреть, каким образом Норманд Дождь пытается решить вопрос, но можно здесь сдать общий принцип, что любые зависимости, когда он борется с зависимостью, необходимо бороться не сколько с ними самим, но сколько строить противоположное, развивать противоположную, конкурирующую доминанту. Ну уже человек должен, наверное, в своей жизни сам подумать, что в его жизни является противоположным. Может быть, если корнем порно является такое хищническое обладание чужой плотью, то, возможно, кому-то поможет избавиться от такого отношения, понимания того, что ты не имеешь права эксплуатировать другого человека. Что даже человек, которого ты видишь просто как кусок мяса, он имеет душу, какие-то свои задачи в жизни, и ты не имеешь права, если ты не готов на этой девушке жениться, просто использовать ее в своих целях. И, может быть, из-за этого человечное отношение к человеку поможет выйти вот из этого какого-то коллапса. А он приводит к нивилизации, вплоть до неспособности человека работать, потому что когда человек уже все больше и больше количества часов смотрит порно, он просто не может уже от этого оторваться, он уже перестает как бы в соответствии с своим каким-то рабочим компетенциям. Субтитры создавал DimaTorzok